Итак, мы продолжаем курс олимпиадной подготовки учителей. Тема сегодняшнего занятия – это смена системы отчета, переход от одной системы отчета к другой. Давайте рассмотрим две системы отчета. Систему отчета К и систему отчета К-штрих. Сдвинутые друг относительно друга. Здесь координата Х-штрих, здесь координата Х. Положение начала отчета системы К-штрих будем задавать Х-ноликовое. И некоторую точку в системе отчета К-штрих и в системе отчета К мы будем задавать положениями Х и Х-штрих. Вот это координаты. Тогда достаточно легко видеть, что Х равно Х-ноль плюс Х-штрих. Х равно Х-ноль плюс Х-штрих. И если мы продифференцируем это выражение, то есть возьмем производную по времени, то получим, что В равно В-ноль плюс Х-штрих. где В-это скорость данной точки в системе отчета К-штрих. В-ноликом это скорость системы отчета К-штрих. И В-штрих это скорость точки в системе отчета К-штрих. Скорость В-штрих носит название относительной скорости. Скорость В это абсолютная скорость. А скорость В с ноликом это переносная скорость. То же самое. Значит, здесь все, что здесь написано, это дифференцирование координаты Х. Соответственно, более точно было бы написать вот так. В-ноль, Х и В-экс штрих. То же самое можно написать для координат Y и Z. И здесь будет В-Игрок равно В-ноль, Игрок плюс В-Игрок штрих. И то же самое В-З равно В-ноль, З плюс В-з-штрих. Вот эта система уравнений носит название преобразования Галилеи. Это один из вариантов преобразования Галилеи. Ее можно обобщить, записав в векторной форме. В равно В-ноль плюс В-штрих. В равно В с ноликом плюс В-штрих. Теперь давайте рассмотрим случай, когда система отчета поворачивается. Вращающаяся система отчета. Здесь, в этой задаче, система отчета движется поступательно. То есть у нас есть некоторая скорость системы отчета и некоторая скорость одной... Значит, если здесь у нас В с ноликом, то эту скорость можно представить как В, ну или же какой-то В-штрих. Сейчас. Значит, вот В-ноль. Здесь В-штрих. И здесь будет результирующая В. Если система отчета вращается... Давайте нарисуем. Вот у нас система отчета К. И система отчета К-штрих повернута относительно системы отчета К на некоторый угол. Фи нулевая. К-штрих. При этом положение точки может быть задано углом Фи в системе отчета К-штрих. В системе отчета К-штрих. Точно так же, как и здесь, можно записать, что Фи равно Фи ноль плюс Фи-штрих. Дифференцируя это выражение по времени, дифференцируя это выражение по времени, мы получим, что Омега равно Омега с ноликом плюс Омега штрих. То есть, преобразование угловых скоростей полностью аналогично преобразованию координат или преобразованию скоростей линейных. Вообще говоря, в вузовском курсе Омега и углы считают векторами. Они представляют собой аксиальные вектора. И это выражение можно было бы написать в векторной форме, поставив здесь вектора. Я сейчас здесь это делать не буду. Считаю, что этот курс адаптирован под школьников и не требуется задание вектора. Хотя, все вектора, которые будут чисто для справки, они будут направлены вдоль этой оси и ориентированы вдоль нее, то есть вдоль оси Z, условно, в соответствии с правилом правой руки. То есть, поворот дает нам направление вектора. Ну и тогда это равенство, вот это равенство и это равенство было бы в векторной форме. Итак, омега равно омега с ноликом плюс омега штрих. Для того, чтобы задать положение точки, если тело движется и поступательно, и вращательно, можно вот эти две формулы объединить и написать следующее выражение. V абсолютное равно V переносное плюс V относительное. V абсолютно равно V переносное плюс V относительное. Ну вот посмотрите. Если у нас вот в этой задаче когда у нас вращается система зафиксировать положение вот этой точки, то предположим, что у нас точка является неподвижной в системе отчета К-штрих. То есть эта точка вращается вместе с системой К-штрих. При таком вращении у этой точки будет какая-то скорость. давайте перерисуем картинку. Это будет скорость. вот эта скорость эта скорость которая будет равна омега на радиус омега на r ну или в векторной форме V вектор будет равна омега векторную умножить на r вот вот эта скорость будет наблюдаться из системы отчета К. При этом наблюдатель будет видеть, что у него точка смещается вот в этом направлении. если эта точка имеет еще и свою собственную скорость в системе отчета К-штрих это будет V-штрих V-относительная то результирующая скорость в системе отчета К-штрих будет представлена в виде вот этой скорости которую мы можем назвать переносной скоростью и собственной скоростью в системе отчета К-штрих вот у нас какая-то скорость V-штрих или V-относительная Таким образом с помощью вот этого выражения V-абсолютная равна V-переносная плюс V-относительная можно решать задачи объединив два предыдущих выражения выражения с выражением с поступательным движением системы и выражение с вращательным движением системы В одном случае переносная скорость это просто скорость системы а в другом случае переносная скорость это скорость движения точки которую мы хотим исследовать которая движется вместе с движущейся системой то есть V-переносная будет равно V-ноль плюс омега на R давайте в векторной форме запишем вот в таком виде омега это омега с ноликом или скорость вращения системы отчета к штрих относительно системы отчета к теперь теперь давайте рассмотрим следующий случай который связан с наличием каких-то взаимодействий между материальными точками в той или иной системе предположим у нас есть твердое тело в этом твердом теле расстояние между материальными точками являющимися составляющими этого твердого тела остается неизменным вот предположим у нас имеется какое-то твердое тело и есть две точки вот это расстояние L между ними сохраняется если расстояние сохраняется то движение каждой из точек может быть записано каким-то вектором предположим здесь вектор скорости v1 здесь вектор скорости v2 ну а положение могут быть заданы радиус векторами r1 и r2 соответственно здесь может быть вектор r и условие сохранения расстояния между этими точками означает что перемещение каждой из этих точек в проекции на вектор L является величиной постоянной то есть одинаково давайте запишем значит дельта r 1 с индексом L будет равно дельта r2 также с индексом L это условие неизменности расстояния L но мы можем спроектировать v1 на направлении L и v2 на направлении L отсюда получим что v1 на дельта t с индексом L будет равна v2 L дельта t ну и отсюда мы получаем выражение v1 L равно v2 с индексом L не в2 в3 и а в3 и в3 Продолжение следует...